Итак, всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Что у нас происходит по рынкам, друзья? Пока биткоин просто скатывается с горочки, назовем это так, внутри вот этого канала, я бы сказал, вот такого искривленного канала, и все паникуют, происходят на самом деле интересные вещи, которые предлагаю нам с вами обратить свое внимание прямо сейчас. Поэтому, если вам нравится крипто-контент, обязательно ставим лайк, подписываемся на канал и жмем на колокольчик и на все дела. Погнали! Итак, как я уже сказал, биткоин у нас с вами падает глобально вот в этом канале нисходящем 69, прикиньте, тысяч долларов, где он недавно еще был, если вы помните. До 33 мы упали вот здесь, но с тех пор вроде как развернулись и пошли повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы. То есть, о чем это нам говорит? Что вот этот нисходящий канал, он имеет место разворачиваться и становиться восходящим, да? То есть, пока еще, конечно, об этом говорить рано. Вот у нас была здесь поддержка вот здесь, 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 здесь мы ее пробили. И вот здесь тоже пошла поддержка-поддержка, пока мы ее вроде как удерживаем. Здесь тоже был небольшой экстремум, ложный пробой. И сейчас похоже на то, что вот мы отскакиваем, и по моему прогнозу мы очень сильно должны сейчас вырасти и полететь к новым хаям, потому что все это напоминает, ребята, аккумуляцию по вайкову. Все вот это вот движение, если вы посмотрите вот на скрин на экране, то это все очень похоже на аккумуляцию по вайкову. И мы просто всех удивим и полетим в космос. Это мои ожидания. Я думаю, что так будет, потому что очень много шартов набрали, очень много людей уже ликвидировали. Ну и потом напоминаю вам, ребята, что мы имеем дело с Golden Cross'ом. Между 50-дневным и 100-дневным мувингами, вот он случился у нас прямо сейчас, мы упали ниже этих линий, но, как вы можете видеть, зеленая линия пересекла красную. И исторически это хороший знак для покупок и для продолжения роста. Ровно так же, как когда красная линия становится сверху, пересекает зеленую, это знак для продажи, то есть это крест смерти, как и вот здесь. Но как и вот здесь, так и вот здесь, когда зеленая линия пересекает красную, это сигнал на покупку. Правда, вот здесь вот, если вы присмотритесь внимательно, здесь было два пересечения. Сначала было красное пересечение, но оно оказалось ложным. И после этого началось зеленое, потому что в красное мы начали пампить. Поэтому сейчас, опять же, не надо на всю котлету вставать в лонг только из-за этого пересечения, потому что оно может оказаться ложным, и зеленая линия может упасть вниз, и мы пойдем вниз. Тем не менее, если мы отдаляемся на большую картину, мы видим, что мы находимся глобально в бычьем тренде, потому что у нас есть повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы, и это все похоже на такой огромный бычий флаг, друзья. Глобальный бычий флаг, в котором мы поднялись от 10 тысяч до 60, и можем высчитать следующую цель примерно таким образом, которая будет равна где-то 130 тысячам долларов, если мы пробьем этот флаг наверх, конечно же. А я бы даже сказал не если, а когда мы его пробьем наверх. Вот, но это такой супер ультрабычий прогноз, а в моменте, конечно, вы скажете, что же делать, что же делать, посмотри, гриня, биток падает, загнал ты нас опять в свою ловушку, сам сидишь в Дубаях, чилишь, вот. А я вам скажу, что делать, ребята, хеджироваться, хеджироваться, потому что, если вы посмотрите, то золото и серебро пошло в рост. У нас есть с вами обратная корреляция. В тот момент, когда биток дампится, золото начинает расти, друзья. Вот, что я вам хочу сказать. И у золота, в принципе, сейчас глобально очень красивая картина, потому что оно все еще толком не переписало свой предыдущий all-time high аж 11-го года. Ну, так слегка переписало, да, и сейчас торгуется плюс-минус на этих же уровнях. И это при том, ребята, что за это время денежные массы вбросили просто в разы больше. То есть, бешеная эмиссия, гиперинфляция, это никак не сказано еще в цене на золото, в отличие от цены на ту же пшеницу, на ту же древесину, да даже на нефть, понимаете, и на другие товары, даже на биткоин. Вот, золото, по этой логике, должно стоить уже тысяч, там, я не знаю, ну, минимум 5-6-7 тысяч долларов, а вообще, может быть, и все 13 или 20. Поэтому, по золоту, я думаю, что нас ждет какой-то просто невероятнейший to the moon. Как только его перестанут искусственно сдерживать деривативами, друзья. Ну, даже если скромно брать вот в прошлый раз, когда золото переписывало свой all-time high в 78-м году, что произошло после этого? Ну, примерно вот такая вот история. Примерно вот такая вот история может нас ждать, ребята. Это логарифма, и если мы включим линейную шкалу, то это будет выглядеть вот так вот. Самый настоящий gold to the moon, вот чего я жду. И хочу вам напомнить, ребята, что на бирже PrimeXBT есть контракты на золото и на серебро. И вообще, биржа PrimeXBT это такой, скажем так, ваш криптоброкер в мир традиционных финансов. Здесь, помимо крипты, очень много, кстати, монет добавили как к доллару, так и к битку, и новых тоже всяких монет, вот эти вот все, которые на экране. Также здесь можно торговать и традиционными рынками, наряду с криптовалютами, и иностранными форекс-валютами, и также индексами компаний, нефтью, золотом и серебром, друзья. И вот у меня здесь открыты два лонга, золото и серебро. Я с них уже забирал нормальную прибыль, оставлял часть, сейчас вот снова наращиваю. Конечно же, дисклеймер не финансовый совет, но тем не менее. На нашем канале вы найдете подробный обзор, как торговать на этой бирже. Сейчас он появится у вас сверху, обязательно посмотрите. Ну и ссылку на эту биржу вы найдете в описании. По ней в данный момент действует бонус в размере 7% на депозит по промокоду CryptoCommons50. Вводите в маржинальном аккаунте CryptoCommons50 и получаете бонус до 7000 долларов на свой депозит. Как это сделать, вы найдете также в обзоре биржи. Вот, но хочу заметить, что для граждан РФ биржа заблокирована, при этом мобильное приложение работает. Но чтобы воспользоваться именно десктопной версией, вам будет необходим VPN. И, ребята, VPN вам будет необходим не только из-за PrimeXBT, но в принципе есть информация, что YouTube скоро заблокирует в России и другие сервисы. И также многие VPN-ы не работают, в том числе Nord и хорошие VPN-ы. Но я знаю точно, что ProtonVPN работает. ProtonVPN – это децентрализованный VPN. Короче, он работает как сеть биткоина, как сеть торрентов. Нет централизованного органа управления. Все узлы равноправно создают эту сеть. Поэтому пользуйтесь ProtonVPN. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был VPN до того, как вас отключат от интернета. Поэтому качайте ProtonVPN. Здесь самый прикол, что у них есть также и бесплатный план. Бесплатный план, который чуть медленней, но тоже прекрасно работает. Поэтому ставьте себе хотя бы бесплатный, потому что с российской карточки вы, скорее всего, уже не оплатите, базовый или плюс тариф. Оплатите срочно себе с чьей-нибудь иностранной карточки, если у кого-то есть. Позаботьтесь о том, чтобы вы могли пользоваться интернетом. Ну или хотя бы бесплатный ProtonVPN себе поставьте. Это очень важно сделать, потому что реально вас могут отключить от глобального инета. Ну так вот, что мы видим сейчас? Что, в принципе, мы очень сильно перепроданы по всем индикаторам, по осцилляторам, по HGR. Смотрите, мы лежим уже в полу. Все вот это последнее падение ниже 40 тысяч откупают. По Candle Wave на 30 минутках у нас с вами сигнал на покупку. Опять же, не надо влетать на всю котлету. Смотрите, прошлый сигнал на покупку отработал буквально на несколько пунктов, и потом пошел сигнал на продажу. Но, по крайней мере, пока вы не увидите здесь сигнал на продажу, можно смело сидеть в лонгах. Я так понимаю, что мы отскочили от сильного уровня. Но если вдруг сейчас развернемся и пойдем ниже, то следующий сильный уровень – это вот 39, 38, 500 по стакану. Стакан достаточно ровный со всех бирж агрегация. Ёлочка прям идеальная. То есть, в принципе, удовлетворяют сейчас спрос предложения. При том, что мы видим рекордный отток средств с бирж. Экстремальный страх на рынке. И огромный падающий клин на месячном RSI. Поэтому, друзья, это просто дело времени, когда биток развернется и начнет тузымунить. Поэтому, слушайте, не уподобляйтесь панике. Не надо продавать внизу то, что вы купили наверху. Это самое тупое, что можно сделать. Сами все знаете. Когда так страшно и хочется продать, это как раз лучший знак на то, что надо докупать и держать лонг. Вот, естественно, дисклеймер. По моим позициям, кроме PrimeXBT, на Femex я держу еще лонги также по золоту и по биткоину. По биткоину частично разгрузил нападение. Сейчас буду снова добирать. На Bybit разгрузил те лонги, которые были в плюсе, чтобы вырулить те, которые были в минусе. Dash пока не трогал. Dash у меня хорошая точка входа, я считаю, 94. Разгрузил биток и эфир и перелил в BitDAO и Litecoin. Опять же, BitDAO, посмотрите, интересный момент. BitDAO лежит на предыдущем уровне поддержки, который также стал уровнем сопротивления вот здесь. И сейчас снова похоже, что ретестится как поддержка. И самое интересное, что этот уровень совпадает с уровнем 61.8 по Fibonacci. Золотым карманом. Посмотрите, как он идеально совпадает. Вот, видите, вот эта линия лежит практически на ней. Практически от нее мы отбились. Естественно, если мы сейчас ее не удержим, то следующий уровень это 78.6 в районе доллар 0.8. Но пока вроде как мы ее удерживаем. И я продолжаю держать лонг в небольшом плече с далекой ликвидацией. И добирать потихонечку остальные лонги. Litecoin, конечно, рано я впрыгнул. По 120. Уже его сместил в среднюю до 116. Думаю, буду дальше сейчас как-то это дело рулить. Напишите в комментариях, что вы думаете, какие у вас виды на рынок. Верите ли вы в то, что он бычий или медвежий. Упадем мы или поднимемся. И вообще, как вам заходят такие утренние обзоры. И что вы думаете про золото, кстати, тоже напишите. Вот. Но у меня пока что на этом все. Ребята, держим строй. Не сдаемся. Всем профитролей. Хорошего дня. Увидимся скоро. Надеюсь, что вечером посмотрим, что там с альткоинами. Не забудьте поставить себе VPN обязательно, чтобы пользоваться PrimeXBT, YouTube и всеми остальными сервисами. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok